В офисе президента Украины удовлетворили просьбу внештатного советника офиса президента Алексея Арестовича об увольнении с должности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров. Почему так произошло? В прошлый раз мы поднимали с вами тему Алексея Арестовича, я помню, вы встали на его защиту. После этого произошло заявление об отставке, которое было принято. Так, что будет дальше? Мы помним ваше интервью, два интервью, которые у вас было с Алексеем Арестовичем. Три интервью. Три интервью. И фрагмент еще разговора в нашем с вами интервью. Засчитаем еще эту 15-минутку туда. Она, кстати, ложится в эту парадигму вашей истории, знакомства и отношений. Что думаете, какая ждет судьба политическая Алексея Арестовича? Что будет с ним? Ну, трудно мне сказать что-либо. Я думаю, он не потеряется нигде. Он яркий человек, он умный человек. Я думаю, что, может, он будет начинать собственную политическую карьеру. Может, он будет с кем-то делать политическую карьеру. Может, он вообще не будет делать политическую карьеру, а станет блогером, продолжит быть блогером. Видите, враги пытаются нас вырубить из эфира, но мы и не уходим. Поэтому мне трудно сказать, как и что будет, но факт остается фактом. Он яркий, неординарный человек. И я думаю, что будущее у него наверняка есть. Главное, чтобы было будущее у Украины. А оно тоже есть. Конечно. Так, пишут Голованов, ты свинка Пепа. Почему нет? Если вам так. Мы с Дмитрием Гордоном обожаем наших хейтеров. Пишите. Да. Чем больше, тем лучше. Обсуждайте внешность, фамилию. Можете что угодно придумать, делайте. Нас это очень радует. Поэтому, если еще какие-то картины будете присылать, вообще замечательно будет. Так, 28 тысяч нас смотрит онлайн. Еще одно сообщение о том, что происходило в Москве на этой неделе. А там не концерты Любы Успенской, которые мы вспомнили. Там ставили ПВО на крышах. Американский институт изучения войны в своей ежедневной сводке предположил, что системы ПВО, появившиеся в Москве, могли быть установлены в рамках информационной операции, призванной представить войну в Украине как экзистенциональную угрозу для РФ и подготовить россиян к затяжному конфликту. Эксперты считают маловероятным, что Кремль может верить в то, что украинские военные будут наносить удары по Москве. Они предполагают, что системы ПВО были установлены как раз для публикации провокационных изображений, чтобы убедить россиян в непосредственной опасности, которую для них представляет война в Украине. То есть, мало говорить в эфирах Соловьева и Скобеева о том, что Россия воюет со всей НАТО и нам вставай страна огромная, это новая отечественная священная война. Нужно показать еще как-то, вот поставить системы ПВО на крышах в Москве, чтобы сплотить, что вот внешний враг силен как никогда, возьмемся за руки друзья, чтобы там что-то там поодиночке. Дмитрий. На крыше дома твоего. Да, у кого-то скейпач на крыше, у кого-то ПВО на крыше в Москве. Два варианта. Вариант первый. Да, действительно, есть эта идея о том, что они специально размещают ПВО на крышах, чтобы показать москвичам и вообще россиянам, что угроза от НАТО велика и НАТО может бомбить Москву. Для того, чтобы подогреть патриотические чувства и направить на священную войну, отечественную войну. Но мне представляется ближе другая версия. Другая версия заключается в том, что россияне понимают, что Украина очень скоро будет в состоянии бомбить Москву. Я об этом говорю совершенно осознанно. Совершенно осознанно. Да, действительно, Украина располагает собственными разработками, а вскоре будет располагать еще кое-чем, данным нам кое-кем, для того, чтобы делать то, что делает Россия. То есть, если Россия может себе позволить бомбить Киев, Днепр, Харьков и так далее, то и Украина будет позволять себе бомбить Москву. Немирные здания, подчеркиваю, немирных жителей, военную инфраструктуру. Да, да, почему нет? Я приветствую это. Это один из факторов, благодаря которому мы можем обезопасить мирное население Украины. То есть, четко заявить в ультимативной форме. Еще один налет, и вы посмотрите, что будет, не конкретизируя. Потом бах, и бомба над Кремлем. Или бомба над Министерством обороны. Они, кстати, Министерство обороны укрепили. Или бомба над чем там еще? Госдуму разбомбить к чертовой матери. Все равно толку от нее нет. Найти бы бункерного деда. Ну, бункерный дед, наверное, там же, где бункерная баба. Найти бы теперь бункерную бабу. А вы думаете, с ним сидит, как египетских фараонов хоронили, помните? Да, да. Я думаю, что в роли бункерной бабы выступает Медведев. А Кабаба? Не, я не думаю. Ну, в конце концов, мы не воюем с женщинами, не воюем с родственниками. Это не украинский конкурс. Я имею в виду, что разве она не поддерживает его и не будет сидеть рядом в бункере и гладить по лысинке? Мне это неизвестно. Не могу говорить о том, чего не знаю. Окей. Значит, продолжим мы сейчас. Пожалуйста, пишите ваши вопросы. Настало время задать вопросы Дмитрию Гордону. Я готов озвучивать их уже больше 28 тысяч зрителей онлайн. Москву вряд ли бомбить будут, пишет Равиль. Так, ну и спрашивают, да, где Наталья Поклонская? Я услыхал только слова Наталья Поклонская. Где она спрашивает? Где она? Где-где? Ну, явно не в Караганде. Я думаю, что она в Крыму где-то сидит. Мне так почему-то кажется. У нее там домик есть. Наверное, там и находится. Спрашивают наши дорогие зрители о том, как происходит дальше ваша дружба с Поворозняком. Это прекрасный человек. И те, кто говорят, что он свинья, ничего не понимают в свиньях. Это прекрасный человек, достойнейший. Мы процентов 60 уже работы по нему провели. Результаты впечатляющие. Но еще чуть-чуть и будем этого дядю радовать. Он пока деньги крупные зарабатывает. Он снимается в рекламе стоматологии. Показывает свои зубы. Это предмет совершенства. И он не сидит сложа руки во всяком случае. Ну, порадуем его очень интересными результатами независимых журналистов. Журналистских расследований. Я такого бандоса давно не видел, как он. Но ничего, посмотрим. Что Дмитрий знает о жене и сыне Жванецкого? Ничего. Я давно не видел Наташу. Давно. Года три так точно. Мне ничего не известно. Сколько двойников у Путина? Мое мнение, ни одного. Я уверен, что все разговоры о двойниках Путина не состоятельны. Я думаю, что у него нет двойников. Это невозможно. Как вы себе представляете? До такой степени овладеть всем нет. Я думаю, что Путин един во всех лицах. Вы знаете, у меня есть теория, что двойники действительно есть, что эти слухи родились не случайно. Но они используются не так, как об этом рассказывают конспирологи. Он выступает, что он ездит. А в целях безопасности он может просто отправлять внешне похожих на себя людей в разных транспортных средствах. На одном автомобиле, на другом автомобиле, на еще где-то. Чтобы якобы те, кто хотят его истребить и уничтожить, не знали, где он на самом деле находится. Где же настоящий тот самый бункерный злодинец. Это бессмысленно. Я объясню почему. С такой техникой, которая есть у наших западных друзей, да он как на ладони. Пацанчик как на ладони. Ну почему же он еще дышит? Ну потому что нет такой традиции у западных стран убивать лидеров больших стран. Ну можно же, как это красиво звучит украинскую мову, за почетку ваты. Ну я бы был не против. Вы наверняка тоже. Но что-то же наверное сдерживает. Какие-то есть сдерживающие факторы. Но мы не представляем себе, чтобы Путина какая-то из стран, чтобы руководитель какой-либо из стран мог отдать приказ убить Путина. Я пока не представляю это себе. Дмитрий, были ли вы знакомы с Сергеем Доренко? Ваше отношение к нему? Не был знаком с Сергеем Доренко вообще. Яркий, безусловно, журналист. Очень яркий, интересный внешне. Но деньги, деньги. Там свободы не было. Там кто платил, на того и работал. Я не могу уважать такого журналиста, потому что я не понимаю, как это. Вот мы сейчас с вами сидим, у меня свободно льется речь. Я не думаю о том, что обо мне кто-то подумает. Я говорю то, что думаю, вот искренне говорю. Оно может не всегда кому-то нравится. Но зато это же кайф, это свобода. И деньги не скачут. Так, тема, Дмитрий, которую я хочу с вами еще обсудить, это вероятность новой волны эскалации военных действий. Война продолжается, мы это понимаем. Мы осознаем, что Путин ручки не поднимет и не побежит, хотя хотелось бы, конечно. Готовит он нам новую кровавую волну. Об этом многие говорят. Как думаете, когда ожидать? С какого направления ожидать? И насколько полномасштабно это будет? Что это будет, по вашим ощущениям? Я рассуждаю логически. Я всегда люблю рассуждать логически. Сдаваться Путин не собирается? Ну, конечно же, нет. Он собирается побеждать? Конечно же, да. У него нет пути назад. Все пути обрезаны. Поэтому, как бы я думал на его месте? Знаете, Евгений Кириллович Марчук меня научил одной вещи. Он всегда говорил, я ему говорю, ну а этот что? Он говорит, что бы я делал на его месте? Первое. Говорил всегда Евгений Кириллович. Что бы я делал на его месте? Вот я сейчас скажу, что бы я делал на месте Путина? Это очень, кстати, правильная вещь, когда ты, пытаясь понять, что человек будет делать, попытаешься войти в его шкуру. Хочешь найти преступника, думай, как преступник. Совершенно правильно. Что бы я делал на месте Путина? Я бы рассуждал так. Значит, пути назад для меня нет. Понятно. Могу я уйти с украинской территории, из Крыма, из Донбасса, чего хочет весь мир? Ну, теоретически могу. Ну, как я это преподнесу России? Ну, я не представляю. Может, у него что-то есть в запасе, но я не представляю. Поэтому дальше я думаю так. Ну, хорошо, я ухожу, меня тут же скинут, свои же еще и убьют. То есть, мне не нравится такой ход событий. Развитие событий мне не нравится. Значит, арки все меньше и меньше. Производим мы их не больше, чем можем произвести. В Иране покупаем, в Северной Корее покупаем, но это не безграничная лавочка. Значит, проблема. Артиллерийские снаряды – проблема. Ну, хорошо, чем я могу их удивить? Ядерное оружие. Ну, не дадут мне это сделать. Это понятно. Уничтожат тут же меня. Россию все уничтожат. Нет. Бактериологическое оружие. Ну, из той же серии. Нет. Что я могу сделать? Ага. Я могу набрать как можно больше мобилизованных для того, чтобы завалить украинцев мобилизованными. Мясом. Ну, это тоже проблема, думаю я дальше. Значит, чем больше людей я призову в армию, тем больше людей я оторву от народного хозяйства. То есть, это проблема в экономике. Мало того, мне надо их одеть, обуть, накормить мобиков. Мне надо их вооружить. Это все проблемы, проблемы, проблемы. Они же не случайно, они придумали гениальный ход с зэками. Ну, я считаю, это блестящая история. Во-первых, разгрузили российские тюрьмы. Во-вторых, отправили самых отчаянных на убой. У нас погибали лучшие наши ребята, а там зэки погибали. Прекрасная заготовка. Перед этим они бросали нацменьшинство дагестанцев, якутов, чеченцев. Нам тоже не жалко, что мусульман мы жалеть не будем. Это же русские фашисты. Они же рассуждают чисто фашисты. Теперь они будут бросать русских. Ну, они из глубинки в основном бросали. Но теперь придется и Москва, и Питер. Ну, вот будут пытаться балансировать. Вот что бы я делал. Балансировал бы так, чтобы и массой, и количеством взять. И не навредить экономике. И попробовать вооружить. Вот самая главная задача. Удивить количеством солдат мобилизованных. Вот что он будет делать. Будет ли он наступать? Конечно, будет. Ну, конечно, будет. Что ему? Украина перестала быть нужна? Нет. Что ему? Киев не нужен? Нужен. Ему нужна вся Украина. И Львов ему нужен. И Ужгород. Ему нужно все. Ну, Ужгород может Орбану подарить. Тот верный такой. Вот. Поэтому нам надо готовиться. Нам надо ждать нападения отовсюду. Готовиться? Готовиться неустанно. Ну, конечно, здесь большая задача наша получить необходимое оружие на Западе. Самое главное сейчас получить оружие, обучить наших ребят пользоваться этим оружием. Продолжение следует... Продолжение следует...